Сегодняшнее утро для некоторых лабытнанских водителей началось не очень хорошо. На подъезде к детскому саду их встречали госавтоинспекторы. Они составляли протоколы и выписывали штрафы тем, кто не обеспечил безопасную перевозку своих маленьких пассажиров. Андрей Селенко наблюдал за происходящим. Ранее дождливое утро. Суета на парковке возле детского сада. Стоящая здесь же патрульная машина инспекторов явно не добавляет настроения. Полицейские проверяют каждый автомобиль, в котором едут маленькие пассажиры. Их родители должны были побеспокоиться либо о детском кресле, либо о наличии специального удерживающего устройства, которое крепится к ремню безопасности. Дальше. И что, значит, сын у вас попросил? А о безопасности ребенка вы не заботитесь? Во-первых, в правилах у нас четко написано, что запрещается перевозить ребенка, не достигшего 12-летнего года, без специального удерживающего устройства. Всю дорогу до детского сада юный пассажир этого красного автомобиля ехал непристегнутым. Специальных устройств для перевозки детей в машине нет. За такое правонарушение на водителя налагается штраф в размере 500 рублей. Сегодня, правда, инспекторы не только наказывают, но и преподносят подарки. Александр Леонидович, вот это наша организация от ГИБДД дарим вам удерживаться устройством, чтобы вы в следующий раз пристегивали своего внука. Теперь очень заботитесь о безопасности. К счастью, не все водители игнорируют правила дорожного движения. Большинство автомобилистов пристегивают своих детей, заботясь о их безопасности. Это является безопасностью для его жизни, здоровья. В рамках всероссийской акции «Декада безопасности дорожного движения детей», стартовавшей неделю назад, сотрудники госавтоинспекции выявили 61 подобное нарушение. И только за сегодняшнее дождливое утро было оштрафовано 6 водителей. Наказать рублем не главное, признаются полицейские. Основная цель – убедить родителей заботиться о безопасности своих маленьких пассажиров. Прежде всего должны заботиться о безопасности детей, думать о них. И чтобы прежде чем начать движение с ребенком, они пристегивали. Сотрудники госавтоинспекции будут дежурить не только на парковке волшебницы, но и у других детских садов до конца недели. За это время у лабытнанских водителей должна выработаться привычка соблюдать меры детской безопасности в машине. Андрей Селенко, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Программа «Время местное».